Между циклоном и пастью тигра. Аллигатор на всех парах шел на юг по направлению к экватору. Жара становилась невыносимой, в каютах стояла духота, поэтому наши путешественники охотно проводили вечера на палубе. Томик внимательно следил за звездами южного полушария. Его внимание привлекли пять ярких звезд, сиявших на небе. Отец сказал ему, что это созвездие носит название Южного Креста, и в южном полушарии играет у мореплавателей ту же роль, что полярная звезда, находящаяся в созвездии Малой Медведицы, в северном, то есть служит путеводной звездой. На третий день после ухода из Колумба хорошая до этого погода стала меняться. На горизонте появилась маленькая черная, как смоль, облачко. В воздухе царила странная тишина, на поверхности океана появились короткие злые волны. Капитан МакДугал первый заметил облако, быстро растущее на горизонте. Он немедленно стал давать приказания. Отдана команда всем наверх. В свистке офицеров и топот ног бегущих матросов стревожили Томика. Он вышел на палубу и подошел к отцу. «Что случилось? Почему все так суетятся?» – обеспокойно спросил Томик. «Капитан считает, что приближается буря», – ответил Вельмовский. «Смуга пошел проверить, как привязаны животные, поэтому мы можем посмотреть начало танцев на море. Мне кажется, нам не удастся избежать циклона». «Что такое циклон? Если я хорошо помню, это понятие как-то связано с давлением воздуха», – припомнил Томик. «Мы называем циклоном центр ядра низкого давления, которое возникает под влиянием высокой температуры воздуха, куда со всех сторон дуют ветры. Скорость циклонов необыкновенна. В этих географических широтах они вызывают сильнейшие дожди и очень часто бури», – пояснил Вельмовский. «И правда. Вскоре тяжелые грозовые облака покрыли все небо вплоть до самого горизонта. Упали первые крупные капли дождя и сразу же превратились в сплошные потоки воды, льющиеся с неба. Резкий порыв ветра ударил и сильно замутил всю поверхность моря. Разразилась гроза. Дождь лил, не переставая. Вельмовские с Томиком спрятались в кают-компании, через иллюминатор наблюдали титаническую борьбу стихий. Море бесилось в сумасшедшем танце. Огромные волны, с вершин которых сильный вихрь срывал, клочки белой пены метали судно, как перышко. Волны вздымались спереди, сзади. С левой и правого борта смешивались в каком-то первозданном хаосе, бешено вертелись, образуя огромные пенистые воронки. Аллигатор дрожал под ударами вихря. Иногда погружался в волнах, казалось, по самой верхушке мачт. Тяжело боролся с ураганом за свое существование. Он прорезал вырастающие перед ним огромные волны лопастями бешено вращающегося винта. Ложился попеременно, то на правый, то на левый борт, скрипел всеми снастями грузно, взбираясь на вершину водяного вала, и снова скатывался в раскрывшуюся между волнами пропасть, но не поддавался страшной стихии. Казалось, что сплошная стена дождя полностью соединила черные тучи, покрывающие небо с поверхностью брышущего пеной океана. Несмотря на то, что был полдень, в море царила темнота, и на судне зажглись огни. Томик судорожно держался за ручку дивана, привинченного к стене, и со страхом смотрел через иллюминатор на палубу, которую то и дело заливала многометровая толща воды. Вельмовский обнял сына и прижал его к себе, потому что судно переваривалось по волнам, как мячик. Принимая самое неожиданное положение в пространстве, судну грозила гибель. Вельмовский внимательно наблюдал за поведением сына в минуту опасности. Он видел, что Томик пытается усилием воли преодолеть страх. Резкие прыжки судна и сильная качка вызывали у Томика тошноту. Он сильно побледнел. Томик обратился к нему Вельмовский, стараясь перекричать рев бури. «Ты должен сейчас же лечь. Ты еще не привык к такой качке. В каюте тебе, несомненно, станет лучше». «Хорошо. А что случится со мной, если мы вдруг начнем тонуть?» Громко ответил Томик, чувствуя, что его охватывает противная слабость. «Ничего не бойся. Хотя аллигатор не новое судно, такая буря ему ничем не угрожает. Судно уже не раз переживало циклоны, ураганы, тайфуны. Это его хорошие знакомые. Можешь спать спокойно, пока кораблем командует такой старый и опытный морской волк, как капитан Мак Дугал. Опасности нет никакой. А сидя здесь, ты только измучишься от этой сумасшедшей ткачки». Они с трудом пробирались через узкий коридор, осторожно спустились по трапу и, наконец, очутились в каюте Томика. Вельмовский заботливо помог Томику раздеться, положил его на койку, укрыл одеялом и застегнул пояса безопасности, чтобы во время сна Томик от качки не свалился на пол. Вскоре Томик почувствовал облегчение. «Бледность» постепенно сходила с его лица. «Ну как, лучше тебе?» – спросил отец, заметив румянец на щеках сына. «Лучше, значительно лучше», – подтвердил Томик. «Постарайся заснуть. Когда проснешься, бури уже не будет». Не успел Вельмовский закончить фразу, как в каюту, словно бомба, влетел Боцман Новицкий. Он пытался что-то сказать, но один взгляд на Томика заставил его сдержаться. Только лишь после некоторого размышления он крикнул. «Ну и качели! Вот так качели! Совсем как карусель на Белянах в Варшаве!» «Циклон! Ужаснейший циклон!» – крикнул ему Томик. «Эх, какой это циклон!» – рассмеялся Боцман. «Это киты танцуют на канате, опоясывающем землю вдоль экватора. И раскачали море. Вот и все!» Томик сразу повеселел. Он понял, что Боцман шутит. Ведь на экваторе нет никакого каната. Томик знал, что у моряков есть обычай крестить новичков, впервые проходящих через экватор. То есть устраивать разные шутки, разыгрывать их. Поэтому Томик сразу же забыл о циклоне. «По-видимому, мы как раз проходим через экватор!» – воскликнул Томик, радуясь приходу своего остроумного приятеля. «Держись, браток, крепко за свою койку! Аллигатор вот-вот зароется носом, чтобы пролезть под канатом, растянутым на экваторе. Как бы какой-либо разгулявшийся кит не хватил нас хвостом по башке!» «Вот будет номер!» – ответил Боцман. «Насчет кита это только шутка?» – улыбнулся Томик. «Ишь ты! Какой хитрый! Так знай же, что такая шутка весит около двух тонн!» «Вы, конечно, не видели китов, пляшущих на канате?» – смеялся Томик. «Только потому, что на дворе стало так черно, как у негров за пазухой!» «Я знал, что вы шутите!» – весело констатировал Томик. «Смейся, Фома, неверный, смейся! А я ведь прибежал за тобой, Андрей, чтобы ты помог нам приподнять канат! А то корабль готов задеть его мачтами!» – закончил беседу Боцман, шутливо грозя пальцем Томику. «Попытайся теперь уснуть, Томик! Я скоро вернусь!» – сказал Вельмовский, спокойно вышел с каюты. Но как только они очутились в коридоре одни, Вельмовский сразу же тревожно обратился к Боцману. «В чем дело? Что случилось, Боцман?» «В вольере, где у нас тигр, волны повредили иллюминатор!» – официальным тоном доложил Боцман. «Подольется внутрь вольера, как из ручья. Тигр бросается, как бешеный. Его необходимо как можно скорее перевести в другое место». Не теряя больше времени на подробности, они побежали к вольерам, перескакивая по несколько ступеней сразу. Положение было довольно грозное. В вольере у тигра было уже довольно много воды, которая при каждом крене судна обливала животное с головы до ног. Два матроса пытались задраить иллюминатор жутовыми мешками. Вельмовский, убедившись в бесплодности усилий, дал команду. «Отставить иллюминатор. Подвезти под клетку колья. Попытаемся сначала перенести клетку с тигром в другое помещение, а потом исправим повреждение. С мугой два матроса подвели под клетку тигра прочные бамбуковые жерди, а вельмовский ножом перерезал крепление, которым клетка была привязана к полу. В этот момент вода с удвоенной силой прорвалась в разбитый иллюминатор. Тигр с гневным ручанием рвал когтями бамбуковое прутье клетки, стремясь выбраться из воды, заливавшей ее. С большими усилиями матросы вынесли клетку с тигром в другое помещение, после чего занялись исправлением поврежденного иллюминатора. Таким образом, с тех пор, как вельмовский вышел из каюты Томика, прошло не менее двух часов. К своему удовольствию, вельмовский застал Томика сладкоспящим на койке. Буря стала стихать только к утру. Правда, волны еще перекатывались через судно, а ветер время от времени ударял в борта, словно тараном, но непосредственная опасность прошла. Только теперь часть экипажа и вельмовский смогли немного отдохнуть. Томик проснулся. С удивлением заметил, что уже наступил день. Лучи солнца весело заглядывали в каюту через иллюминатор. Ткачка уменьшилась, из чего можно было заключить, что буря утихла еще ночью. Томик расстегнул пояс безопасности и сел на койке. Буря прошла, с удовлетворением отметил он. Пойду-ка я немножко, постреляю. Скорее пройдет голова, а то трещит. Несмотря на то, что Томик чувствовал себя еще не совсем в своей тарелке, он тщательно умылся и оделся. Взял в карман горсть патронов и со штуцером под мышкой вышел в коридор. На судне господствовала тишина, нарушаемая только монотонным стуком работающих машин. Томик понял, что еще очень рано. Тем лучше, обрадовался он. Никто мне не будет мешать, а завтрак мне все равно не хочется есть. Он спустился в трюм. Проходя вблизи вольеров, где помещались животные, Томик услышал, или быть может, это ему показалось, что где-то рядом хлопнула дверь. Он остановился выжидающе. Однако, кроме мерного стука машин, ничего больше не было слышно. «Наверное, мне показалось», – подумал Томик и направился к своему тигру. Подошел к поперечному коридору. Вдруг он заметил, что дверь, ведущая в помещение тигра, открыта. Иногда при сильном движении судна створка двери хлопала, ударяясь о косяк. «Ах, вот откуда слышалось хлопание дверей», – пробормотал Томик. Он с возмущением подумал о небрежности судовой вахты. «Как можно оставить открытой дверь в вольер тигра?» «Я должен закрыть дверь или сообщить об этом отцу и смуге», – подумал Томик. Томик в нерешительности остановился. Он боялся заглянуть к бенгальскому тигру, хотя и знал, что зверь находится в запертой клетке. Однако, если Томик пойдет пожаловаться отцу на недосмотр матросов, прежде чем сам исправит их оплошность, его легко могут обвинить в трусости. «И так плохо, и так нехорошо», – задумался Томик. «В конце концов, можно туда и не заглядывать. Надо идти в тир. Стоит подождать момента, когда дверь сама захлопнется и запереть засов. Потом можно будет обо всем рассказать папе». Томик, приняв такое решение, вздохнул с облегчением. Это был правильный выход из положения. Подошел к хлопающей то и дело двери и, улучив момент, схватился за скобу и задвинул засов. «Вот и все», – подумал Томик обрадованно. Он сразу же решил, что раз последствия недосмотра устранены, то отпала необходимость сейчас же будить и беспокоить отца. «Расскажу ему об этом потом, когда кончу стрелять». Томик решил поиграть в охоту на тигров. План игры он составил моментально. Он, Томик, стал знаменитым звероломом Яном с Мугой. Обитатели бенгальской деревушки умоляют его застрелить тигра, который уже давно не дает им покоя. Конечно, он, Томик, уходя на охоту, никому не позволяет сопутствовать ему, потому что такая охота очень опасна. Загородка для скота находится в тире, а тигра будет изображать жестяная коробка, подвешенная, как всегда, к потолку. Кружки, нарисованные на ней мелом, – это глаза кровожадной бестии. Томик быстро зарядил штуцер и побежал к двери, ведущей в помещении тира. Одним прыжком он очутился в тире, захлопнул за собой дверь и прижался к ней спиной. Взглянул, желая найти цель и выстрелить в нее, как вдруг... У него на лбу выступил холодный пот и волосы зашевелились на голове. Широко открытыми глазами он смотрел на ужасное зрелище, от которого застывало в жилах кровь и крик замирал на устах. В противоположном углу помещения стоял бледный, как полотно, смуга, а в двух или трех шагах от него притаился готовый к прыжку самый настоящий бенгальский тигр, грозно обнаживший острые хищные клыки. У Томика потемнело в глазах. Ноги подогнулись под ним. Он быстро закрыл глаза, думая, что это кошмарный сон. Только спустя секунду, показавшуюся Томику вечность, он услышал голос смуги, который тихо, но твердо сказал. «Спокойно». «Только спокойно. Не надо волноваться». В ответ послышалось глухое рычание тигра. Вдруг, словно молния Томика озарила идея. Ведь смуга не позволит, чтобы с ним, Томиком, случилось что-нибудь плохое. Он открыл глаза. Тигр изменил положение. Он теперь лежал, повернувшись к смуге боком, и зло смотрел на обоих врагов. На загривке зверя шельф стала дыбом. Он грозно раздевал пасть, обнажая белые, как снег, клыки. Томик понял, что случилось что-то непредвиденное, раз тигр находился в помещении его тира, а не там, где раньше стояла клетка. Только теперь он заметил, что бамбуковая клетка находилась здесь, в глубине помещения. Но вот что удивительно. Дверь клетки была заперта. Каким образом тигр выбрался из клетки? Томик хотел спросить смугу, что это все значит, но не мог сказать ни слова. Смуга заметил, что происходит с Томиком, и снова предупредил его, если он будет прыгать на тебя, стреляй и сразу же отскочи в сторону. Потом беги, зови отца, чтобы спасал. Только теперь возьми себя в руки и действуй спокойно. Сказанные смугой слова, чтобы спасал, сразу же отрезвили Томика. К нему возвратилось присутствие духа. Он взглянул на смугу, тот был безоружен. Пальцы Томика сильнее сжали штуцер. Тигр нетерпеливо вздрогнул и стал бить хвостом о пол. Его рычание стало грознее и громче. «Это только коробка. Жестяная, большая, очень большая коробка», повторял себе Томик, желая полностью овладеть собой в этот грозный момент. Смуга прижался спиной к стене. Он незаметно подвигался в сторону мальчика, непрерывно успокаивая его тоном своего голоса. Он решил во что бы то ни стало спасти Томика. Как только Томик выстрелит, он прыгнет между тигром и мальчиком. Таким образом, ему удастся хоть на короткий момент задержать разъяренного зверя и облегчить Томику бегство. Тигр, по-видимому, заметил маневр Смуги. Он подался назад, будто хотел удлинить себе дорогу для разбега. Потом прижался к полу, несколько раз ударил хвостом по нему и с бешеным рычанием стал напрягать мускулы для прыжка. Даже неопытный в таких делах Томик и тот же не имел никакого сомнения, что бестия готовится к прыжку на Смугу. Перед лицом смертельной опасности Томик вдруг успокоился. Он уже знал, что надо делать. Молниеносно взвел штуцер. Как только мушка его винтовки очутилась между глаз зверя, нажал курок. Выстрел и грохот тяжелого падения двух тел на пол слились в один звук. Бесстрашный Смуга, как только Томик выстрелил, бросился всем телом на тигра. Теперь человек и зверь, схватившись в смертельном объятии, представляли ужасное зрелище. Несколько мгновений они с головокружительной быстротой катались по полу. Иногда коричневое, полосатое чутуловище тигра находилось наверху, иногда над ним появлялась светлая сорочка Смуги. Томик автоматически перезарядил штуцер. Выстрелить вторично он не мог, так как тигры Смуга метались слишком быстро. Томик очень хотел помочь Смуге, но какая-то непреодолимая сила не давала ему возможности пошевелиться. Широко открытыми глазами смотрел Томик на разыгравшуюся перед ним борьбу не на жизнь, а на смерть. Друг, вертевшийся на полу, клубок тел остановился. Огромное туловище тигра билось в конвульсиях, распростертое над Смугой, который судорожно обеими руками сжимал горло зверя у самой пасти. Раздалось еще одно хриплое рычание, после чего тигр совершенно затих. Смуга все еще лежал навзничь, прижатый телом мертвого тигра к полу, на котором вокруг их голов виднелись пятна крови. Томик не мог сказать ни одного слова. Его охватила какая-то удивительная слабость. Стены каюты закачались, он упал в обморок. Когда Томик пришел в себя, он увидел склонившегося над ним Смугу, который, сидя на полу, держал его голову на коленях. «Уже все в порядке, Томик», – услышал он голос Зверолова. «Как ты себя чувствуешь?» Томик взглянул на огромное туловище, распростертого на полу тигра, и его стошнило. Он почувствовал себя лучше только спустя некоторое время. Его лицо постепенно стало принимать обыкновенное выражение. Они сидели, опираясь спинами о стену. Смуга крепко обнимал Томика. «Никак не думал, что ты так хорошо стреляешь», – проговорил Смуга. «Кто научил тебя так метко стрелять?» «Боцман-Новицкий», – ответил Томик. «Здесь как раз мы устроили себе тир». «Я знал, что ты учишься стрелять, но никак не ожидал, что за такой короткий срок станешь мастером в этом деле. Вот папа будет гордиться тобой». «Я не совсем в этом уверен», – ответил Томик. «Если бы не вы, я умер бы от страха. Откуда здесь взялся тигр и зачем вы выпустили его из клетки?» «Буря повредила иллюминатор в вольере, где стояла клетка с тигром, и вода стала заливать помещение. Нам пришлось вынести оттуда клетку». «Это было тогда, когда Боцман приходил ночью к отцу?» «Да, я послал за ним, потому что самому мне было трудно справиться с положением». «А Боцман ничего мне не сказал», – возмутился Томик. «Рассказывал только анекдоты об экваторе и китах. Видимо, он не хотел тебя пугать. Он же твой большой друг. Хорошо, что же было потом?» Мы поместили тигра в другом месте, а потом исправили иллюминатор. Во время транспорта клетки кто-то нечаянно отодвинул засов, замыкающий дверь клетки, и никто из нас этого не заметил, из-за чего и произошло это пренеприятное событие. Рано утром я решил проведать тигра. Войдя в вольер, я убедился, что дверь клетки заперта на засов. По всей вероятности, засов защелкнулся автоматически от качки. Поэтому я и попал в ловушку. Я стоял вблизи клетки, как вдруг увидел, что тигр находится на свободе и крадется ко мне. Он был сильно возбужден и чрезвычайно раздражен. Я пытался успокоить зверя словами, как это обыкновенно делают дрессировщики. Одновременно я осторожно стал отступать, пока не очутился в углу, в котором ты меня застал. — Вы не боялись? — спросил Томик с восхищением, глядя на зверолова. — Очень боялся, Томик. Помни, что я тебе рассказывал о моем приключении в Бенгалии. С той поры я очень не люблю тигров. Он, видно, чувствовал это, потому что становилось... Все злее и опаснее быть с ним. В этот момент ты вбежал в каюту. И я тогда испугался еще больше. Я был уверен, что мы погибнем оба. Но ты оказался молодцом. Спас себя и меня. Почему после выстрела вы бросились на тигра? Я не знал, что ты так метко стреляешь. Я опасался за тебя. Это, впрочем, было излишне. Ты попал бестией точно между глаз. Когда я бросился к нему, тигр уже находился в агонии. — Значит, вы хотели меня защитить? — шепнул Томик в глубоком волнении. — Говоря правду, я за тебя очень боялся. Разве я мог предполагать, что ты такой храбрый и умелый охотник? — Я стал таким только благодаря вам. Я прямо-таки умирал от страха. Тихо признался Томик. — Мы невольно сообща поохотились на тигра. Сказал Смуга, улыбаясь. Этот смешной старичок из Портсаида, пожалуй, и не предполагал, что его предсказание исполнится так скоро. Пойдем теперь и уведомим обо всем твоего отца и капитана Мак-Дугала. Часть восьмая. Советник из Мельбурна.